Всем привет, ребята! Добро пожаловать снова на мой канал! И это очередной влог, который я начинаю очень быстро, так как я забыла его вовремя начать. А сейчас мы уже на пути на рождественскую вечеринку. Класс! Мама держит подарки, которые мы упаковали. А, их не видно, там пижама мамина, мама будет потом переодеваться, а я уже почти готова. И тут, конечно же, начался дождик, как только мы вышли, поэтому мы ждем. Ребят, я серьезно заступила, я забыла показать свою прическу, которую я сейчас собрала в хвост, забыла показать пижаму. Как мы с мамой собирались, но маме я тоже сделала. Какая красивая. С другой стороны, да, вот с этой. И сейчас мы уже едем на вечеринку, и по возможности я сниму, что там получится, по еде, по не знаю чему. А тебе надо подарить. Спасибо, тете Наде, за подарок. Как видите, все вовремя. Это мне мама раньше времени дала. В общем, ладно, дальше с вами поговорю. Ходи, мам, подержи. В общем, я хочу рассказать. А как ты можешь смотреть? А куда мне смотреть? Ладно, короче. Я не знаю, мы успеем... Ладно, подожди. Сегодня успеем приехать. В общем, я хотела что сказать? Что, может быть, вы знаете или не знаете, если не знаете, то я вам сейчас рассказываю, что к американцам Санта Клаус приходит не на Новый год, а на Рождество. И это будет сегодня ночью. Сейчас 24 января, завтра будет 25, вот завтра Рождество. Сегодня канун Рождества. В общем, сегодня то же самое примерно, что у нас 31 декабря по всем традициям. То есть у них серьезно, вот все те же самые традиции, Дед Мороз и все такое, только на Рождество. А у нас на Новый год. Так, в принципе, одно и то же считается Рождество семейным праздником. А Новый год, кстати, у них это считается таким тусовочным праздником. То есть можно по барам пойти, по клубам, в общем-то, что-что мы, собственно, и будем делать. Да, но мы решили отыграть все праздники, начиная от их Рождества католического. Это мое, кстати, второе здесь Рождество. Ну, как бы говорят, католическое, но на самом деле все мои знакомые даже, которые отмечают, да, они все неверующие. Это просто тоже такой традиционный американский праздник, как у нас Новый год. У них Рождество. А у меня первый раз Новый год без снега, без холода. У меня вот уже второй. Это непривычно. Ну, у меня это тоже вот второе. Будем мучиться. Алло? Будем мучиться, как же мы без снега, я даже не знаю. А то расскажем. Наверное, будет из бар не так сложно перебираться. Хотя я у нас, в Владивостоке, в России, ни разу не отмечала Новый год где-то, кроме дома. Из бара выйдешь. Потому что меня не пускали. Из бара выйдешь сильно, выпивший, хорошо встанет, упадешь нечаянно под пальму и не замерзнешь. Да, да, и уснуть можно. Можно и уснуть, и проснешься при памяти. Так, ладно, у меня влоговая мышца начинает болеть. Есть что еще сказать? Позже. Later. В общем, мы сейчас с мамой... Как она открылась, если машина не замерзла? Не знаю. Мы сейчас с мамой приехали, мы чуть-чуть опоздали совсем, но кроме нас вообще еще никого нет, поэтому мама сейчас переодевается в машине, поэтому я не буду вам ее показывать. Я что-то еще хотела сказать про Рождество, но я, наверное, все рассказала, я не знаю. Я хотела, я планировала этот влог таким классным сделать, показать вам, как мы готовимся. Но мы что-то долго лежали, смотрели сериал, а потом начали быстро суетиться, собираться, делать прически. Тут сейчас сильный дождь такой идет, поэтому мы ждем, пока он закончится. И я думаю, я надеюсь, что я вам чуть-чуть покажу, что там будет происходить. Какая тут красота! Это такой пляж около отеля Hilton. Тут очень красиво, я не была тут ни разу. Вот такая тут красота. Привет, ребята! Сейчас день Рождества, и так же, как у нас, выходишь, когда на улицу 1 января, и все говорят, все, кто выжил, кого ты встречаешь, говорят «С Новым годом! С Новым годом!» Вот сейчас здесь то же самое, только все говорят «С Рождеством!» Мерри Крисмас! Мерри Крисмас! Я так поняла, что в основном все туристы, которые сюда приезжают, они из стран Японии, Китая и Кореи. Они не отмечают Рождество, вот это именно, которое католическое получается, потому что они все здесь стоят, ждут автобуса, и по ним не видно, что они в курсе, что происходит. Я так думаю, что просто автобусы отменили сегодня туристические, потому что сейчас очень много чего закрыто сегодня. Собственно, так же, как у нас 1 января. Да, все то же самое. Сейчас мы идем от отеля Хилтон до отеля Вестин, который находится в разных концах Тумона. Идем по берегу. По берегу. На полтора надо идти. Мерри Крисмас, товарищи. Да. Как, мама, тебе Рождество американское? Мне в американском Рождество очень нравится, но мне не хватает снега. А, все-таки не хватает? Нет, я не скажу, что я по нему скучаю, просто необычно, что Новый год, Рождество и тепло. Ну. Клево. Все когда-то бывает в первый раз. Да. Мне очень нравится. И идешь там, и соседи, и просто люди говорят, Мерри Крисмас, Мерри Крисмас, а еще пока до меня дойдешь, что я в другой стране. Что это такой замечательный праздник, любимый всеми. Ну, как у нас Новый год. Да, ну я просто еще немножко так это не въехала. Ну. Вот. Ладно, у меня рука опять болит. Тут вот люди всяко-разно развлекаются, арендуют всякие такие плавательные приспособления, так сказать. Мы тоже арендуем, когда к нам вот еще Нелли приедет. Она, кстати, приезжает сегодня ночью. Мы тоже с ней арендуем какой-нибудь каяк или, не знаю, борды, падлборд. Почему-то у нас, кстати, в России я видела, что их называют сапборд. Я такого ни разу здесь не слышала. Это называется падлборд. У меня еще два влога есть, чтобы редактировать. И этот плюс. Короче, капец. Мне надо срочно их доделать. Я думаю, что этот вы уже увидите, походу, после Нового года. Поэтому с Новым годом. Кстати, я не знаю, заметили вы или нет, но у меня волосы почти блондинистые. Теперь, как я мечтала. Но, правда, сейчас ветер, они все улетают назад. Ну, я думаю, вы потом заметите чуть-чуть. Это мама меня покрасила. Я, кстати, чуть-чуть этого снимала, процесса. Ну, там, в общем-то, все. Как-то странно получилось. Ну, вот сейчас покажу чуть-чуть вам. Чуть не странно, красиво получилось. Нет, процесс сам в лоб. Вот. Ну, сейчас чуть-чуть ставлю из того, что получилось. В общем-то, смотрите. Сейчас покажу вам, как у меня выглядят волосы сейчас. Вот так они у меня выглядят. У меня очень старые хайлайты тут остались. Я хочу их сейчас просто побольше. Итак, мама меня выкрасила. Вот так это выглядит сейчас. Не знаю, видно что-то или нет. В общем, тут у меня уже видно, что волосы становятся светлее. Я уже хочу скорее рассмыть и посмотреть на все это дело. Кто спрашивал про рыбалку на Гуаме, вот, смотрите. Тут есть еще и такой вид рыбалки, когда просто люди стоят на берегу и ловят рыбку. Я видела, вот тут плавают рыбку. Не, большая, да, тут тоже плавает. Давай посмотрим. Поймают что-нибудь или нет? Они его подъездят, но я хотела просить, чтобы они мне дали за удочку. Ух ты! А почему они красивые поймали? Они тоже едят, что ли? Ужас. Бедные рыбки. Они всех красивых рыбок поймали. Но это, кстати, не самые красивые, но все равно. Я не знала, что их можно есть. Терпо! Нет. Ух ты, закинул так. Я не смогу. Класс, нифига он далеко, да? А, и дальше. Мама отбирает удочку у рыбока. Мама будет попробовать. Ты должен путь ее обратно. Нет, нет, нет. Вот так. Какой рук? Лево-лево-лево-лево? Она лево-лево. Лево-лево-лево. Да, да. Вы путь ее обратно, и путь ее обратно. Окей? Угу. Окей, здесь ты. Нет, нет, нет. Ты должен путь ее обратно. Путь ее все поедем. Видите, сейчас линия свободная. Угу, угу. Окей. 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 Не убираю нищего человека. Пусть еще больше NOBLE. Их идет. Ну, ты же у вас большая байка. Кипят. Окей. Они будет удачи. Пуфет-пуфет. Продолжение следует... Мама, тебе же показывают. Переверни эту штучку. Тебе нужно держать веревку и перевернуть штуку. Вот так держи и переворачивай. И когда кидаешь, отпускай. Только прям, чтобы он не вернулся. Все, держи и когда будешь кидать, отпускай, чтобы она полетела. Только отпускай тогда, когда она уже... Мама, давай уже попробуй один раз. Смотри. А, я наоборот по инерции из-за тигачки. Да-да-да. Капец, я-то думала тут... Стой, тепло, закидывай в синее море удочку, сразу там, чтоб пять тебе прицепится. Ни хрена. Ее еще нужно фугануть подальше, да. Ну, в общем, будем учиться. Ну, вот теперь ты попробовала рыбачить. Теперь я попробовала рыбачить, да. Теперь я хочу на тунца пойти. На скатера. Ну, это же пойдем, может, с нейли. С скатера, да-да-да-да. Поэтому, если мы пойдем, то обязательно сделаем видео про рыбалку. Запросов было много. Да, вот здесь вот рыбка, конечно, она как аквариумная какая-то. Да, они что-то поймают. Красивая, если ее даже жарить, наверное, не знаю. Ну, это еще не самая красивая, она хотя бы не цветная. Ну, хотя бы не попугайчик. Ну, да. А вон морской огурчик. Да, мне казалось, он шевельц. Ну, может быть, да. Может быть, и мертвый. Но тут что-то сегодня очень много вот такой травы. Надеюсь, на том пляже, куда мы идем, не будет такого. Просто я... Мне иногда даже не верьте, что здесь такая кристально чистая вода. Это просто капец. Видно каждую, глян... Песчинку. И это еще вода сильно... Ой, рыбки. Шевелится из-за ветра. А так вообще еще больше все видно. Просто капец. Очень много рыбы плавает. Я не знаю, видно ее вам или нет. Это сейчас уже немного. Она куда-то вся спряталась. Вот сейчас должно быть видно всю эту рыбу. И очень-очень много рыбок. Рыба-игла, да. Я не вижу, где я снимаю, правда. Потому что очень-очень солнечно, да, я ничего не вижу. Я вижу, вот рыба-игла плывет, ага, сверху. Вот куда надо убескопиться. Да. А там, где кораллы, там больше красивых рыбок. Увидели собачек, значит, день удался. Какие у них лёсенькие. Они в этих жилетах, что ли, плавательных? Ну, конечно, чтобы не утонули. Я думаю, что это спасательная жилетка. Ну да. Такого я еще не видела. Вот так здесь любят животных, собаки. Ну. Мам, кирикири это для котят. А вот за это. Смотри, какой он плыл. Все. Гребет, гребет. Жопка такая смешная. Ой, и хрюкает там. И хрюкает. Ой, какой. Сейчас будет отряхиваться. И забыл про шарик. Хороший, хороший. Хороший. Конечно. А где второй? Такой малюсенький. Ноги твои пахнут. Русским духом пахнет. Маюшкой может. Маюшкой пахнет. И Алена. Но я маюшкой точно не пахну. Все, это наш? Нет. Мама пошла спугивать этих рыбок. А вот синяя звезда. Так на картинках всегда? Да, да, да. Может, кстати, вдруг она не добитая. Наоборот, не надо доставать, мам. Мы это обсуждали на туризме, что туристы с ума сходят вот из-за этого. А, по скайпу. Да. Там наша жизнь. Вот я уже, по-моему, говорила это в каком-то видео про хайкинг, но на самом деле вот есть такое правило, по-английски не буду говорить, я, кстати, не помню, как это по-красивому сказать. Не важно, либо ты куда-то поехал, либо ты пошел в поход, не важно просто, не важно где, не важно когда, что как ты нашел, так и оставь. То есть вот увидел ты звезду, это не значит, что нужно ее брать, с ней фоткаться, конечно, это красиво и все такое. Но вот что касается природы, ну, нужно оставлять так, как вы это видите. И ничего не трогать сильно, не двигать. Да. Мы это просто еще обсуждали на уроке туризма, что туристы очень много с собой даже кораллов забирают. И всякое вот такое вот... Сувенир. Да, для туристов это сувенир, а вот здесь это частичка природы. Я думаю, что... Может, трепанк не должен из-за берега болтаться? Наверное, его тоже привезли, принесли и выкинули. Да, трепанк, может, помер и... А? И приплыл. Да, приплыл. А звезда, вот, явно она не здесь уехать. Что вам говорить, у нас от рук человеческих, он и на животных океанариум. Да, вот про океанариум, я когда смотрю, это страшно. И то, это страшно вообще, да, что мы говорим. Так офигенно вот так лежать, просто на берегу и смотреть на это. Просто кайф. Что, мам, делаешь? Я пью орешки и пью кофе ореховый. Красота. Что здесь там для кайфа и что еще надо? Кофе, море, тепло. Хорошее настроение, все поздравляют с Рождеством. Да. Сейчас мы тут потусуемся, а потом пойдем обратно и где-нибудь там по пути искупаемся, потому что там как-то пляжи почище. Не пляжи, а само море почище. А сейчас просто кайфуем. Я сейчас это просто снимаю для того, чтобы показать вот картину. Идет мама. И вот три бегемота лежат и смотрят на нее, просто пялятся. Хоп, такой один это муси. Они вообще беспалево просто смотрят. Мы просто сейчас фотосессию устраивали и не пырились. Вот и все. Мы и пойдем домой. В общем, сейчас происходит исторический момент. Мы приехали в Кемарт, а он закрыт. Он всегда открыт. Но сейчас вы понимаете, как американцы относятся серьезно к их Рождеству. Вот видите, 25 декабря он закрыт полностью. И в 8 вечера вчера он закрылся. Канун Рождества. А завтра открывается в 6 утра. Поэтому мы сейчас поедем куда-нибудь на заправку нам. Так, по мелочи нужно было купить совсем воды. Вот, поэтому... Клоуст. Магазин Клоуст. Первый раз я вижу его закрытым. Честно. В общем, я почему-то была уверена, что он открыт, потому что здесь очень много туристов шопится. Вот, поэтому... Я... Ой, мне капля на лоб прилетела. Мы хотели просто чуть потянуть время, тоже погулять. Но у нас такая идея пришла в голову нам. Я думаю, что мы ее осуществим. Мы хотим поехать кое-куда припарковаться. И снять приземляющийся аэропорт. Ой. Приземляющийся самолет. Там просто очень близко должно быть. И я надеюсь, у нас получится, потому что там... Это будет очень красиво. Я обожаю самолеты. И надеюсь, получится это заснять. Все, ладно. Увидимся где-нибудь с вами там. Итак, мы сейчас зашли в магазин на заправочке. Вот такой маленький. Покупаем воду. Вот. Сейчас поедем и будем ждать. Вот такие вот... Тут везде такие магазинчики маленькие на заправках. Но тут есть все. Поэтому нам этого будет достаточно. Все, что остальное нужно купить, мы купим завтра. Сколько всяких вкусняшек. Я бы все это съела. Тут даже есть сардины. И кукуруза. И лапша. У нас, конечно же, начался дождь сейчас. Поэтому я с зонтиком стою. Но вот он, какой-то огромный самолет приземляется. Мамочки, как страшно. И за ним следом другой. О-о-о! Мамочки! Смотри, он прямо на нас! Так, давай-ка. Офигеть! Это не наш. Офигеть! Так, ну вот, летит следующий. Я думаю, что этот наш. По времени он должен быть сейчас. Как же страшно. Он, наверное, огромный. Мамочки! Главное, чтобы он раньше времени не переземлился. Мамочки! Какой он огромный! Как страшно! Офигеть! А-а-а! Это наш! Ей! Так, давай. Сниму там. Будет садиться. Офигенный! Какой он огромный! Ну все, поехали. Сейчас поедем в аэропорт. И вот снова мы идем в аэропорт. Опять кого-то встречать. Эти влоги будут с каждым влогом все веселее и веселее походу. А еще, кстати, скоро Новый год. У нас такие планы уже есть хорошие. Так что посмотрим, буду снимать влог или нет. Может быть, на телефон сниму, потому что мы собираемся, в общем-то, идти гулять ночью. Поэтому, наверное, камеру не буду собрать. В общем, ладно. Сейчас будем ждать пенелю. Даже я не помню слова. Но я доложу песню нормальную. Тихо-тихо. Это она была, кстати, шла. Раф, руки. Купся. Куда она ушла? Куда она ушла? Куда она пошла? Она пропонула. Умоля сердце. А, вон она, в зеленом. Тихо-тихо. Тихо. Отвернулась, блин. Тихо. Тихо. Вы меня снимали, как я потерялась, издеваются надо мной, да? Привет. Вот, скажи, я тоже с вами так издеваться буду. Я вас так же встречать буду. Я спрячусь вообще, я спрячусь вообще. Ну, ты на риде. Это она была по прическе, я же говорю. Я видела, ты сверху там шла. Сейчас спалили уже давно. Спалили, блин. Что такое?